Природа порой нас немало удивляет. Мы сталкиваемся с такими причудливыми формами жизни на нашей планете, что можем даже не поверить в реальность их существования. Особенно удивительными могут быть морские обитатели, так как они прячутся в таких глубинах, что их редко кому удается увидеть или запечатлеть на фото или видео. Узнайте об удивительных морских монстрах, которые могут прийти к нам только в кошмарных снах. Скорпена Амбона была открыта и исследована в 1856 году. Обитает в Тихом и Индийском океанах, в Красном и Желтом морях, у берегов острова Фиджи и Австралии. Эта донная рыбка живет недалеко от берега, поэтому ее легко увидеть. Скорпену Амбона можно легко опознать по бровям, характерным наростом над глазами. Рыба меняет цвет, имеет шерсть и даже периодически линяет. Ядовитые шипы по всему телу скорпены увеличиваются и защищают при опасности. Яд настолько сильный, что способен убить человека. Скорпена гордая рыбина, она не гоняется за потенциальным обедом. Слившись с окружающим ее дном, Скорпена Амбона терпеливо ждет. При появлении жертв поволненосно всасывается, а Скорпена снова застывает до следующей порции еды. Рыба пеликан, большерод или пеликаний угарь. Все эти имена принадлежат одной рыбе, обитающей в тропических морях на глубине до 3000 метров. Это 60-сантиметровая рыба с длинным узким телом, как у угря, и маленькой головой, с растягивающейся глоткой, как у пеликана. Причем пасть составляет треть от общей длины большерода. Рыба пеликан – глубоководный удильщик, у которого светящийся орган находится на кончике хвоста. Растягивающаяся глотка и такой же желудок позволяют пеликаньему угрю поедать очень крупную добычу. Тауматихт акселя обитает на глубине 3600 метров на востоке Тихого океана. Эти 50-сантиметровые рыбины – глубоководные удильщики, которые имеют довольно необычный светящийся орган. Это расположенная глубоко во рту железа эска, в которой светятся специальные бактерии. Удильщик открывает свой рот с очень острыми зубами, за которыми мерцает свет, привлекающий внимание других рыб, подплывающих и попадающих прямо в желудок хищника. Сложности возникают, когда к свету пытается добраться большая по размеру рыба. Застревая в пасти акселя, она может привести к гибели удильщика. Акула-гоблин, акула-домовой или акула-носорог – это название одного и того же животного, обитающего на глубине до 1000 метров. Свое название она получила за причудливую внешность. Морда этой акулы заканчивается длинным клювовидным выростом, а длинные челюсти могут выдвигаться далеко вперед. Окраска также необычна, близка к розовой. Эти акулы достигают 3-4 метров в длину, обитают во всех океанах, кроме северного ледовитого. У этой хищницы нет плавательного пузыря, зато наличие огромной печени помогает рыбе отлично маневрировать в толще воды. Очень остро развито обоняние, с помощью которого они выслеживают добычу. Акула-гоблин занесена в «Международную красную книгу». Теперь это официально редкий и малоизученный вид. Это демонического вида существо – помпийский червь, представитель класса многощетинковых червей или полихет. Обитают они в очень горячей воде возле гидротермальных источников Тихого океана и могут выдержать экстремальную температуру и давление, а также большие концентрации тяжелых металлов и сероводородом. Туловище помпийского червя покрывают нитчатые бактерии, живущие с ним в симбиозе. Бактерии питаются слизью червя, а червь питается тем, что выделяют бактерии. Никаких других защитных оболочек на теле червя нет, поэтому что помогает им выжить в столь невероятных условиях, до сих пор остается загадкой. Щучья морская собачка – устрашающего вида морская рыбка, прячущаяся внутри ракушек, в заброшенных норах и щелях на морском дне. Это маленькие до 30 сантиметров, но свирепые рыбы с большим ртом и агрессивным поведением. Они активно защищают свои дома от всех злоумышленников, независимо от их размера, включая и дайверов. Главное оружие собачки – ее огромный рот, который одновременно является признаком превосходства над другими особями. Побеждает тот, чей рот окажется большим. Щучьи морские собачки всеядны. В год они потребляют пищи примерно в 13,5 раз больше их массы тела. Акула-пилонос и пилорылый скат Есть две достаточно далекие друг от друга группы хрящевых рыб с пилообразным выростом на морде – это акулы-пилоносы и пилорылые скаты. Как же их отличить друг от друга? Во-первых, это расположение жаберных щелей. У акул они расположены по бокам, перед грудными плавниками. У скатов жабры расположены на нижней части головы, а грудные плавники являются продолжением тела и напоминают крылья. Пила у скатов пилорылов одинаковая по всей длине и усеянная зубцами одинакового размера. У пилоносых акул пила сужается к концу и зубы на конце пилы меньше, чем в середине. А еще в средней части пилы у акул имеется особый осязательный орган – длинные усики. Пилорылы вырастают в длину до 7,5 метров, а пилоносы не бывают длиннее полутора метров вместе с пилой. На человека эти рыбы не нападают. Ремнетел или сельдяной король внесен в Книгу рекордов Гиннеса в качестве самой длинной из ныне живущих костных рыб. У этой гигантской рыбины нет чешуи. Рыбаки из Японии прозвали ремнетела королем подводного царства. Первое научное описание сельдяного короля датируется 1771 годом. Сельдяные короли обычно достигают длины 5,5 метров при весе 250 кг, но зафиксированы экземпляры длиной до 17 метров. На голове рыбы начинается спинной плавник, который переходит на все тело и очень походит на корону. Плавают они обычно головой кверху, располагая тело в положении, близком к вертикальному. До сих пор эти рыбы мало изучены. Мясо ремнетела несъедобно даже для животных. В прежние годы встречи моряков с сельдяным королем рождали мифы о морском змее и морском чудовище с развивающейся огненно-рыжей гривой и лошадиной головой. 4. Морской паук Чтобы никого не вводить в заблуждение, сразу оговоримся – никаких пауков в море нет, кроме может быть паука серебрянки. Морские пауки – это особая группа беспозвоночных, хелицеровая, которая наряду со знакомыми паукообразными, ракообразными и насекомыми входит в тип членистоногих. В размахе ног эти животные достигают 90 сантиметров, при этом туловище крошечное – от 1 миллиметра до нескольких сантиметров. Поэтому выглядят морские пауки очень странно. Кажется, что тело животного состоит только из ног. Их еще называют «состоящие из одних ног» или «многоколенчатые». До сих пор морские пауки остаются плохо изученной группой животных, хотя обитают они во всех районах и на всех глубинах Мирового океана. 5. Тридакна Тридакна – это самый крупный моллюск нашей планеты. Он занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Этот морской обитатель живет 200-300 лет, прикрепившись к кораллам, что дает ему постоянный доступ к еде. Взрослый моллюск достигает таких размеров, что его створки не захлопываются, и в щель видно тело животного. 6. Тридакна состоит из двустворчатой раковины огромных размеров, внутри которой находится мантия, покрытая железистым слоем. Мантия бывает самых разных цветов. Размеры взрослого моллюска, длина раковины больше одного метра, а вес от 100 до 300 килограмм. Этих гигантских моллюсков можно встретить как на мелководье, так и на глубине до 100 метров. 7. Тигровая рыба голиаф – одна из самых опасных пресноводных рыб в мире. Может достигать длину до 180 сантиметров и весить при этом более 50 килограмм. Голиаф – самый настоящий хищник. Благодаря своей мощи, рыбина спокойно плывет против течения, а те, кто не может преодолеть сильный поток воды, сами попадают ей в зубы. Ее оружием являются 32 огромных зуба, по размерам схожие с зубами большой белой акулы. По своей кровожадности эта рыба уступает лишь пираньям. Крупные представители тигровой рыбы голиаф из Африки, обладающие набором из 32 острых зубов, могут напасть даже на крокодила. 7. Змеехвостка или Афиура, своим видом напоминающая легендарную медузу Горгону, состоит в семействе горгоноголовых из отряда Афиур. Постоянно извивающиеся лучи Афиуры находятся в движении, напоминая живых змей. Голова Горгоны избегает светлых мест. Ночью Афиура выползает из укрытия и раскидывает свои лучи в виде зонтика, в своеобразной сетке, при помощи которой она захватывает все что угодно, от крупного зоопланктона до мелких рыб, а затем перемещает добычу к рту и поглощает ее. Пойманная Афиура легко оставляет врагу свои лучи, а затем отращивает утраченную часть тела. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ваши пожелания и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok